Сегодня можно слышать такую точку, что поскольку, скорее всего, изначальные послания, вообще Новый Завет, были написаны не на греческом языке, а на, скажем, арамейском или иврите, то то, что мы имеем, это не оригинал. Это неправда. То есть я слышал этот урок, эту беседу Фея Рава Фенкеля. В греческом языке с ним была проблема в первом веке нашей эры. Было абсолютное меньшинство, маленькое-маленькое-маленькое, фрагментарное вот это вот вкрапление, они говорили на греческом языке. Мог ли Иисус и его апостолы допустить, чтобы их священное учение было написано не просто на языке, которого никто не знал, никто не употреблял, который был не нужен. Я могу сказать, во-первых, он немножко протасовывает. Из того, что мы видим в Евангелиях, видно так, писал человек, писал эти тексты, человек, который, скорее всего, думал на иврите. Но это не перевод. Любой, именно лингвист, человек, который, знакомый с текстом, скажете, что это не перевод. Человек писал на греческом, думал на иврите. Видно, что, в этих текстах видно, что сам Ишуа говорит на арамейском языке. По цитатам, даже Псалом он цитирует на арамейском. Ляма шабактани, а не ляма азавтани. На иврите было бы ляма азавтани, но Ишуа цитирует ляма шабактани, то есть на арамейском. Но, тем не менее, сами Евангелия все абсолютно написаны на греческом языке. То, что свидетельствует Папий, чем недавно размахивал Финкель. И вот это его Евангелие, оно было на иврите, как и все священные книги. Но я тогда не знал, как подойти к нему, но я его видел, пишут Папий Иеропольский. Это, в общем-то, упоминание у Паперя, что были какие-то логии. Логии – это записи без записи из речений. Цитатник. Который был на арамейском или на еврейском, и который каждый переводил кто как может. Эти логии не сохранились. Логии – это что-то похожее на апокриф Ивангелия от Фомы, где в основном там только цитаты. Вот Ишуа сказал, сказал, сказал. Ивангелия от Матфея – это совершенно другой текст. И он написан по-гречески. И Павел тоже писал по-гречески. Потому что, ну вот как сегодня, вот американские евреи. Для них еврей – это такой академический язык. Им проще общаться по-английски. Уроки веживых делаются по-английски. То есть, Павел писал на лингво-франко того времени. То есть, на греческом языке. На английском сегодняшнего времени. На английском сегодняшнего времени, да.